Привет! Если вы первый раз на нашем канале, добро пожаловать! Меня зовут Юлия, я рядом с новыми людьми. Всем привет! Если вам понравится это видео, не забудьте подписаться на наш канал. Если вы уже наш подписчик, большое спасибо, что смотрите нас и добро пожаловать вновь. Сегодня мы поговорим об аромате французского парфюмерного дома Making of Cans in Evo Aby. Очень необычный флакон. Такая интересная форма у него. Нам нравится презентация. Коробка у него тоже нестандартная. Единственное, к ней пыль хорошо прилипает. Это концентрация парфюмерного, да? 75 мл по плакону идет. Да. Данный парфюмерный дом вдохновился Каннским фестивалем и в целом киноиндустрией. То есть его ароматы посвящены именно вот этому. Да, здесь написано Saint-Tropez. Да, это Saint-Tropez. Ну что, давай сразу я обшикну. Давай, покажем спреер. Отлично распыляется. Да, очень хорошо, довольно широко. Да. Очень тяжелая крышка, такая увесистая, да? Да, крышка тяжелая. Флакон действительно классный, презентация хорошая. Черный флакон, не видно сколько там жидкости осталось. Такой достаточно элегантный, да? Красивый. Да, выглядит классно. Значит, это цветочная история. Это бело-цветочный аромат для женщин. Он был выпущен в 2014 году. О нем мало кто знает. Да, на самом деле... Почему-то. На самом деле это вообще, по-моему, не сильно популярный нишевый парфюмерный дом. Да, по крайней мере, про 40 ютуба очень мало роликов на него. Не знаю почему. Здесь белые цветы, амбра, цитрусовые. Здесь есть пудровые ноты. Мускус, он такой сладкий. На старте у него много цитрусовых. Красный мандарин, бергамот, лимон. Дальше главные цветы это жасмин магнолия. Но жасмин здесь чувствуется. Очень сильный такой, вьющий нос, красивый. Но не индольный, он здесь не животный. Букет белых цветов, да. Для меня не животный. Иногда нюхаю жасминовый аромат, где жасмин очень яркий. Прям вот как в природе, он такой вот животный аромат. В принципе, мне он нравится, когда жасмин животный, но здесь вы этого не почувствуете. Ну, по крайней мере, на мой нос я не чувствую. Я когда в природе с кустов нюхаю, обоняю цветки жасмина, я никакой животности вообще не чувствую. Я не понимаю, о чем люди говорят. Не, я чувствую. Для меня это безумно красивый запах. Да. Ну да, видимо, каждый по-своему воспринимает. Также здесь есть цветок тиаре. Это таитянская гардения. Амбра, бензоин, белый мускус и ваниль. Ну, я бы вот описала этот аромат в целом, что это вот букет белых красивых цветов. Сладкий и амбровый такой, теплый. Я бы добавил, что цитрусы ему придают такую очень красивую свежесть, такую жизнерадостность полного аромата. Ну, цитрусовые через какое-то время улетучиваются, но старт такой, да, мощный цитрусовый. В самом старте, да, я бы не сказал, что я чувствую прям отдельно вот каждую цитрусовую ноту по отдельности. Все-таки больше белые цветы чувствуются, да? Да, это основное. Вот очень чувствуются Жасмин и Магнолия, да. Мне очень нравится Магнолия в ароматах. Очень красиво звучит. Да. Я заметила, что мужчины любят называть этот аромат сексуальным. Я заметила, что мужчины как-то любят вот эти бело-цветочные истории и считают их сексуальными. Да, я тоже так считаю. Вот. В целом для меня это просто красивый женственный букет цветов. Бело-цветочный аромат. У меня есть похожий по настроению аромат тубероза от парфюмерного дома Нишане. Там тоже такой яркий цветочный, бело-цветочный букет. Но там главную роль занимает сама тубероза. Такой монструозный туберозный аромат. Здесь же туберозы нет. И вот если вы хотите какой-то бело-цветочный аромат или яркий цветочный аромат, где нет туберозы, вот попробуйте этот аромат. Да, и как в Нишане туберозе, там тоже очень-очень много цитрусовых, кстати, да? Очень много мускусов, тоже белых. Поэтому эти ароматы, два аромата, они чем-то перекликаются своим вайбом, да? Да, своим настроением они очень-очень похожи. Единственное, что там солирует и доминирует тубероза, а здесь это другие белые цветы. Да. А так вообще ароматы достаточно похожи по своему настроению. Да. Единственное, что тубероза, она еще намного более мощная. Я бы сказал, что этот аромат, он очень сильно чувствуется, у него хороший шлейф, стойкость у него тоже. Ну, чувствуется хорошее качество этого аромата. И качество, он очень хорошо смешан, качественные ингредиенты чувствуется. И на моей коже он продержался, пока я не пошел в душ, более 17 часов. Что меня очень сильно удивило. Да, он очень долгоиграющий, от него шикарный шлейф. Этот аромат, который, ну, выполняет свою работу. Здесь натуральный аромат, классный цветочный букет, действительно очень приятный. Он и весной классный. Ну, мне больше нравится, если честно, я за ним тянусь весной, осенью и летом, когда попрохладнее. Да, зимой почему-то меня не тянет, потому что, наверное, у меня есть всякие теплые специи ароматы, да. А вот весной и осенью, и в холодное лето, да, я люблю этот аромат. Что я могу от тебя сказать? Мне этот аромат очень нравится. Это я его, на самом деле, Юле показал. Да, вообще... Мне он очень сильно понравился, я ее привел в магазин, показал. Нет, он не привел. Магазин у меня поставил перед фактом, он купил два аромата этой фирмы. Да, он уже, он увидел эту скидку, ему понравились эти ароматы. Он купил и на Вуабль, и... Лямур Лямот. Лямур Лямот. Но, перед этим я ее все-таки привел в этот магазин, и она их пробовала. А я не помню, чтобы я их пробовал. Пробовала-то их, но потом я их просто купил, увидел бешеную скидку, взял, и Юля у меня их, как бы, перекупила. Перекупила, да, потому что мне тоже понравилось. Второй Лямур Лямот, он пудровый аромат, и он такой косметичка, пудровая, тяжелая артиллерия. Это вот мы недавно делали видео о Panthea Iris, да, там ирис, пудровость, он такая нежная, приятная, магическая. А в этом аромате для Мур Лямот, это просто хардкорное пудрище, такая пудра жесткая. Вот, но мне тоже нравится его классно, вот, когда другое настроение. Тот аромат, он такой, он, с ним ассоциируется манекенчество, вот в этих своих комнатах, где они перед показом все вот эти марафеты наводят там, помадные. Я думаю, мы о нем еще снимем обязательно аромат, расскажем поподробнее, вот, сегодня об этом. Ну, я считаю, отличный аромат для любителей белосуточных ароматов. Мне лично этот аромат очень нравится, он очень красивый, здесь чувствуются натуральные цветы, да. Мне, как любителю цветочных композиций, мне этот аромат безумно нравится. Некоторым людям тубероза не очень нравится, поэтому я советую, если вы любите белые цветы, но не любите туберозу, попробуйте этот аромат. Да, это то же самое, что я уже говорила, где-то в середине этого видео. Ну, я рада, у нас, значит, схожее мнение на этот счет. Вот, очень достойный аромат, он не популярный, вот, и я думаю, что вы не встретите вот такой же букет на ком-то другом, кроме себя. И это очень хорошо. Да, поэтому, если вы хотите выделиться своим красивым, благоухающим букетом цветов, да. Если вам доведется попробовать этот аромат, я думаю, это не совсем аромат для слепой покупки, все-таки его нужно попробовать. Вы должны убедиться, что это именно те цветы, которыми вам хочется пахнуть все-таки. Этот аромат, он довольно громкий. Я бы не сказала, что он всем подойдет. Кому-то нравится помягче цветочный аромат, поэтому лучше его затестить, лучше заказать пробник и тогда уже решить, подходит ли он вам или нет. Нас он порадовал, я им пользуюсь, мне он нравится. Вот, советую тоже попробовать, если вы любите делать с точной ароматами. На этом будем закругляться. Спасибо большое, что досмотрели наш обзор до конца. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на наш канал, поставьте лайк на это видео и, если хотите, оставьте комментарий. Спасибо за просмотр. Пока-пока. Всем пока. Всем пока.